Приветствую из тех, кто меня сейчас слушает и смотрит. Я Лидия. И сегодня, как всегда, по наводке моей дочери Датсу, я снимаю это видео о тем, чем я занималась, кем я работала чуть-чуть, до того, кем стала, то бишь юристом, работником прокуратуры. Не знаю, правда, интересно ли кому будет этот рассказ, чем я занималась. Ну, во-первых, еще когда училась в школе в старших классах, немного пописывала, так сказать, в районную газету, намеревая стать журналистом в дальнейшем. Меня угораздило, поскольку я увлекалась историей, как-то хорошо она мне запоминалась, много читала и знала, меня угораздило поработать экскурсоводом по городу Минусинску, это исторический такой городок на юге Сибири, музей, все эти площади, дома купеческие, декабристы и прочие революционеры, собственно, и так далее, и тому подобное. Все это в то время было востребовано, как бы. Потом, потом, когда не стала поступать после окончания школы, немножечко поработала ситарево-машинисткой строительного управления. Это моя тетя, Леля, как я ее называла, крестная моя мать, она работала ситарево-машинисткой, чуть-чуть меня подучила, так сказать, я там кое-как клепала, чего это там на пешущей машинке. Далее, когда я уже поступила в университет, угораздило меня, когда все, так сказать, скобы, все студенты осенью выезжали в колхозы, совхозы, так сказать, на помощь в уборке там урожая, в строительстве каких-то объектов и так далее. Вот, и я тоже не стала исключением, причем группа подобралась, я, так сказать, единственная девица, вот, и где-то штук 17, наверное, парней. Причем не с моего курса, так сказать, не юридического только, а физики, лирики, математики, не знаю, кто еще были. Парни все, так сказать, здоровые, надо сказать, с аппетитом страдали отменным. Я, надо сказать, в общем-то, никогда в кулинарии-то и не увлекалась. Дома, когда жила, мама постоянно готовила, ну, где-то что-то когда-то, я, может, могла что-то сварить, вот и все. Я вот даже с трудом помню, как я изобретала какие-то блюда, как я готовила, вот, тем более, что одна, это подъем в 5 утра, и потом суета и колочение до 12 ночи, пока завтраки, обеды, ужины, посуда, подготовка и так далее и тому подобное. Причем мужики-то, как бы, краев не видели, им понравилось и самое вкусненькое, ящиками, значит, там, сливочное масло, сгущенку, компот и так далее. Э-э-э, мужики, там же только авансом это дают, что он заработал, раньше-то в колхозах, так сказать, крестьянский труд весьма скудно оплачивался. Ничего знать не хотели, жили там в одном доме, все подполье было заставлено вот коробками с отличного рода вот такими лакомствами. Ну, по крайней мере, на тот момент, в те 70-е годы, в годы всеобщего дефицита не было ничего, ни продуктов питания, ни товаров, абсолютно все в дефиците. Я пыталась, так сказать, это с научной точки зрения, воздействовать на он их, вереща, что, мол, это, парни, я вот читала, я знаю о том, что из-за стола нужно выходить с чувством легкого голода. Это очень полезно для здоровья. Тогда мне ответствовали, физик там такой рыжий, говорит, если я выйду за стола с чувством легкого голода, ты отсюда выйдешь с чувством легкого испуга. Я понял, ладно, и вот так. Короче, само это мне, Бабарики, ничего не доставалось, они все подъедали в чистую. Знаете, чем я питалась? Я питалась сухофруктами, остатками от компота. Компот они выпивали, естественно, а вот сами-то сухофрукты как-то не больно жаловали. Вот я эти обедки-то и подъедала. И тем не менее, не знаю уж почему, но я существенно, так сказать, прибавила вес в связи с этим питанием. Ну, вот так, в колхозе, потом направили ремонтировать там какую-то квартиру, где-то в каком-то многоэтажном доме, я уже сейчас не помню, что-то белили мы там, что-то клеили, как уж получилось. И вот, и вот, прослышала я, ну, наверное, слышали, кто или, может, читали, кто родился не так давно, а студенческих строительных отрядов. Тогда это посеместно было распространено. В каждом учебном заведении существовали вот подобного рода эти самые строительные отряды студенческие, которые заезжались там по всем городам и весям, и строили там, и убирали, ну, всё что угодно. Вот. Бывали строительные отряды, которые на север-то выезжали, куда-то сколачивали такие приличные, надо сказать, бабки. Вот. А у нас здесь условия Сибири. Ну, я тётка, так сказать, на что я способна? Прослышала я, что проводником. Ой, вот на железной дороге неплохо можно заработать, как-то приодеться чутка и так далее, и тому подобное. И вот после первого курса пошла я устраиваться на этот самый, в числе строительного отряда университетского нашего, вот этим самым проводником. Ну, вот седьмого класса, значит, у меня зрение после травмы несколько подпортилось. Не сказать, что уж сильно там, подумаешь, там 1,25 всего очки-то и были, я их постоянно не носила. Но, тем не менее, тем не менее, почему-то для проводника требуется стопроцентное зрение, знаете ли. Меня, конечно, с позором вышибли как-то, сказали, конечно, с этого не нуждаемся. Думаю, ну, что такое-то? Ну, уже и водителю можно в очках, извините, управлять, и так далее, проводник, ну, обыкновенный, так сказать, можно сказать, уборщик там, уборщица, будем так говорить, помыть, принести, подать чай, там, титана растопить, выдать постель, убрать и так далее и подобное. Для чего здесь? Ну, ладно, там машинист или помощник машиниста, да и то. Ну, тем не менее, как вот потом в гражданском праве уже изучают, повышенная ответственность владельцев источника повышенной опасности. К конным относятся и различного рода транспорта, что железнодорожный, что автомобильный, что авиа, что и так далее и тому подобное. Вот, поэтому вот стопроцентное зрение, и тут я не успокоилась. Я подговорила, так сказать, фотографию там как-то наклеилась, мошенничала и повторно пошла. Ну, на том меня застукали опять. Не везучая я в этом смысле, знаете ли, не украсть, не покараулиться из мышц, не дано мне эти всякости. Ой, поволокли в него деканат, как сейчас помню, завели к декану, начал он меня, ну, спокойно, например, такой мужик, не вырещал ничего, так потихонько. Я начала корчить из себя сильного уже. Я такая бедная, я такая бедная, у меня родители за всем бедные, рабочие они у меня, они помогать мне не могут вообще, одна пенсия, вернее, стипендия. Ну, как мне прожить на одной стипендию? Ну, никак. Ну, вот решила подработать, и вот, в общем, распустила всякие нюни. Не знаю уж, насколько мне удалось скорчить из себя бедную несчастную такую уже, но вызывает она секретаря, деканатом, подпредитерной какую-нибудь работу, чего-то, куда-то, как-то. Тогда вот меня и направили. Ремонтировать там домик. Заработала, конечно, сущие копейки, но тем не менее. Пристроили же несчастную, обездоленную. На следующий год после этого курса я не успокоилась. Я все равно пожелала проводником поездить лето. Ну, и... Короче, я уже не помню, кто такая Наталья Зеленцова, то ли она осущилась, давно уже дело-то было. Слушай, что это... Уже 40 лет прошло. Или, может, совсем из другого. Ну, неважно. Неважно, но по вот этой самой медкарте, специальной личности этот, и фотографией, пошла я под именем Натальи Зеленцова. Ну, естественно, коль у нее 100% зрение это дали, то и приняли. Там недельки-две походили на какие-то курсы, чему-то нас там обучали, всяким премудростям каким-то особым. Я поехала в проводнику. Скорый поезд в Красноярск-Восква. Венесей под названием. Вот. Сложности какие. Я уж настолько привыкла, что я Наталью Зеленцова мушила себе, что я свои фамилии не забыла. Даже я откликалась только на Наталью Зеленцова, так мне все звали, поэтому все было в порядке вещей. Вот. Очков, естественно, я не носила, да и ни к чему особо-то в вагоне. Сложно, конечно, потому что одна, и трое с половиной суток поезд ждет, хотя, конечно, останавливается не на всех станциях, не так, как обыкновенные прогоны побольше, но тем не менее. И поэтому спать никак нельзя, особенно вот сейчас Волк, как говорится, где-то после трех-четыре часа уже в полукупе своем сидишь и носом клеешь, а нельзя. Вдруг бригадир пойдет с проверком, это непременно, закон по кости застукает, на минуту только задремал. Ну и вот все эти уборки, подачи там, постели, билеты, открывание дверей, провожание, встречание, все это, все это так. Все это нормально как-то переносилось, но приезжаем в Москву, значит, поезд оттаскивают на сортировочную пока, вечером нам в обратный путь двигаться в этот же день, а нужно еще вагон помыть полностью, и потолки, и стены, и все полки, и т.д. и ерундуки. Короче, пока весь вагон помоешь, пока порядок все приведешь, пока всем, потом это раз в подушке забросишь, тут еще, статья дохода, правда, летом, народ очень много пьет, ну и не только спиртное, конечно, тогда в основном стеклянная тара была, пластиковая это и не было, и поэтому мы собирали вот эти все бутылки в купе, и в коридоре, значит, там такой люк достаточно большой, туда вот их складывали, вот, а в Москве только на сортировочи нас оттаскивали, там уже специально приспособленные люди уже знали, где какой поезд, когда его притащат, они уже со своей тарой, к каждому вагону подъезжали, эти бутылки, значит, естественно, дешевле, гораздо в половинной стоимость, но тем не менее, в общем-то, первый быток достаточно неплохой. Ну и все, и остается где-то два часа всего до отхода поезда, вот, будьте любезны, в Москву прогуляйся, за два часа, что успеешь там посмотреть, куда-то побежать, чего-то куда-то, не всегда удавалось, далеко не убежишь, все равно времени мало, и так вот, так вот курсировало два с лишним месяца, но вот, как я уже говорила, при всеобщем дефиците тогдашнем, ведь народ, так сказать, из ближайших городов, завсегда в Москву, все толпами ехали, закупались продуктами там, какими товарами, кому что достанется, ну и вроде как тут сам Бог велел, задарма катаясь, два с лишним месяца, что-то можно было бы прикупить себе, хотя бы из одежи, знаете, что я купила за все это, я купила комнатные тапочки, чтобы в вагоне ходить, все, больше не сподобилось ни на что, вот единственное, что когда поездки закончились, в общем-то, заработала, ну по тем меркам, неплохо, я как-то рассказывала о твоей грустной истории, когда я потом подрабатывала, ну еще раз повторюсь, если кто не слышал, значит, я купила по тем временам, темно-зеленые брюки такие, сроки, пленовые, и красную кофту такую удлинетную, я так в селе в те времена была еще, где-то килограмм на 75 вешала, поэтому требовала что-то такое свободненькое, и очень я гордилась этим приобретением, ну что-то еще, по-моему, помело все, сейчас не помню, но вот эту кофту в руке я запомнила на всю жизнь, как ничего даже другого в своей жизни, вот, и вся из себя горда, осень, значит, я на занятия подефилировала, у нас то ли частиков, и вторая группа там, во второй группе у нас учились в основном старики, как мы и говорили, то есть кто уже служил армией, работали, там даже была пара-тройка мужиков, которым уже было по 30, и чуть даже больше, не то что нам, 19-20, поэтому, так сказать, ушел как раз на заочное, вот, и устроился работать в райисполком ценральный, вот, а поскольку требовалось и мне тоже как-то подорвать, потому что стипендия, мама присылала с папой, но немного, где-то 40 рублей по тем временам, все равно требовалось прерабатывать, о чем я постоянно и занималась в студенчестве, представила мне секретарем швейцкой, в приемной, то ли председатель, то ли зам, я уже сейчас не помню, с полкома, должна была печатать на электрической машинке, давно ведь для меня это были, электрические эти машинки, бумаги там какие-то, ну, чем-то занималась, в смысле занятий, в основном, вот, и в один далеко не прекрасный день, я вот уже, так сказать, приобрела себе эту, экипировку новенькую, мы в то время уже переехали на квартиру, как я раньше говорила, что из-за песен из общежития нас попросили, мы сняли квартиру на четверых однокомнах, в самом центре города, это факультет, буквально недалеко, ну, и ДРС полкома тоже рядом, и вот я уже приняла ванны и прочие дела, в бигудях, ночной рубашке лежу я, и вдруг мне стукнуло в голову, вот, уходя с работы, включила ли я эту электрическую машинку, а если нет, что случится, если я ее не выключила, она сгорит, чертовой матери, и тогда, чтобы, и как мне платить, мне придется продавать мои шмуточки такие чудесненькие, голые, босые, оставаться, ай-яй-яй, я в панике, накинула косынку, накинула плащ прямо на рубашку, и бегом ночью, где-то в два часа ночи, понесла тварь с полком, все из зим, конечно, закрыто, сторож не открывает, мало ли там какие злоумышленники, бегала, бегала вокруг этого сторожа, как открыл, но мы не смогли, так сказать, в кабинет проникнуть, ключей, даст, не было, вот, даже пытались, ну, в общем, в сети вырубить вообще электричество, что-то у нас не получилось, в общем, короче, утром я крадусь потихонечку, тихонько, чуть ли не по-пластунски, чтобы меня никто не видел, что же там такое, натворила я что-нибудь или нет, прокралась, думаю, может, там сейчас орк какой-нибудь, пожар, из полкома нет, и вообще, прокралась, нет, вроде как цело, вроде как за машинкой, кто-то сидит, что-то печатает, вроде как все нормально, о, господи, сердце отыкло, я осталась, при своих приобретениях, красивеньких таких, брючках и кофточке, вот так, ну, еще, подрабатывала, в общежитии, в Академгородке еще, когда жили, мыла туалеты, знаете ли, другую работу, как-то нашлось, ладно, свои там, женские туалеты, но в конце коридора мужской, туда, конечно, вечером, заходишь, экипированный, перчаток там, с ведрами, этими швабрами, и орешь, во всю Ивановскую, там, эй, есть кто-нибудь, есть кто-нибудь, выходи, ну, прониклись, бывало, что и натыкалась, на кого-то не откликалась, видимо, процессом был сильно увлечен, противен достаточно, ну, вот, казалось бы, и, наверное, все, мои, так сказать, вот эти работы, всякие, ну, а потом уже выпуск, и вот я, так сказать, работник прокуратуры, всяко разный, чем и занималась, выхода, отставка, ну, вот, за всем и все, до свидания, всего доброго, спасибо всем.